Школьники готовятся пройти первый сложный этап вступления во взрослую жизнь. Но итоговые государственные экзамены вызывают волнение не только у детей, но и у педагогов и родителей. В актом зале районного дома культуры «Молодость» собрались родители девятиклассников всего района. В этом году не обошлось без изменений в системе сдачи итогового государственного экзамена. С этого года мы сдаем также два обязательных предмета и два по выбору. Но если в прошлом году по выбору не были важны для получения аттестата, в этом году эти экзамены также будут влиять на получение аттестата. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать все четыре предмета. Также в этом году изменились и способы пересдачи предметов. В случае получения обучающимися на ГЕ неудовлетворительных результатов по одному или двум учебным предметам, они будут повторно допущены к сдаче экзамена по данным предметам в текущем году. Обучающимся, не прошедшим ГЕ или получившим неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, будет предоставлено право повторно сдать экзамены не ранее 1 сентября текущего года. После обсуждения итоговые государственные аттестации перешли ко второй части вопроса. В какое учебное заведение поступать выпускникам района, а их более 400. Выбирать было из чего. В собрании приняли участие три учебных заведения из городов Кумертау и Стрелитамак. У каждого при этом свои особенности. У нас такой широкий выбор профессий и специальностей, которые используются не только в сельском хозяйстве, но и вообще на всех предприятиях республики, районах, даже по всей стране. И поэтому именно эти специальности у нас на сегодняшний день не востребованы. И мы заинтересованы тем, чтобы ребята к нам приезжали, чтобы получали знания. На мероприятии представителями отдела ЦЗМ по району было сказано о том, что нужны рабочие специальности. Кумертауский горный колледж обучает таким профессиям, как сварщик, станочник, электромонтер, повар-кондитер. Для района действительно наши рабочие профессии, они как раз на сегодняшний день актуальны. Поэтому мы обращаемся к будущим нашим абитуриентам, скажем так, приходите к нам на учение. Организаторы надеются, что проведение такого рода мероприятия даст ребятам возможность самореализоваться, получить уверенность в завтрашнем дне и, получив заветную профессию, вернуться в Кургазинский район с тем, чтобы способствовать развитию и процветанию родного края. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.